Первый контрольный участок улица Пушкина от Борчанинова до Попова. Близкое соседство с центральным рынком чистоты не добавляет. По правилам до 8 утра порядок должен быть в районе. То есть ни бычков, ни окурков, ничего не нужно выйти. Окурки на общем фоне мелочь. В изобилии крупный мусор, грязь на обочинах, объявления на ограждении и остановках. Подрядчик по содержанию уличной дорожной сети строительно-монтажное управление номер 34 не в полном объеме сразу приступил к активной уборке. То есть долго раскачивается. Чтобы ускорить раскачку и повысить качество уборки, подрядчиков штрафуют. За чистоту улиц отвечают и хозяйствующие субъекты. Предприятия, организации и компании обязаны следить за прилегающей территорией. У вас есть помещение, киоск, у которого должна быть урна. А есть с той стороны урна? А с улицы, где у вас люди ходят, урны нет. Если завтра урны не будет со стороны улицы Пушкина, соответственно, будет протокол о демонстративном правонарушении. Величина штрафа может достигать юридических лиц при первичном нарушении до 50 тысяч рублей, при вторичном до 200 тысяч рублей. За первый квартал у нас больше тысячи административных дел уже передано. Следующая контрольная точка – улица Петропавловская, от Крисанова до Попова. Здесь чисто. Может, сказывается близость чага культуры, драмтеатра? Нет, просто вовсю уже идет уборка. Много мусора на городских улиц? Да есть. А кто виноват? Жители, наверное. Сами же пакостим. Мы требуем, чтобы все объекты были приведены в нормативное состояние к майским праздникам. Сроки поставлены. Будем контролировать. В разгаре первый этап – комплексной весенней чистки города. Кое-где уже моют уличные ограждения и бордюры. Скоро на работу выйдут уличные пылесосы. Апогеем весенней уборки станет общегородской субботник. Он пройдет 26 апреля. Ежегодно в нем принимают участие более 10 тысяч пермяков. Помочь родному городу стать чище может каждый. Юлия Алеева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok